Для местных жителей улица Тимирязева стала излюбленным местом отдыха. Фитнесом на уличных тренажерах с удовольствием занимаются и дети, и пенсионеры. Пока малыши резвятся на спортивных площадках, взрослые устраивают прогулки по обновленному тротуару. Причем и в ночное время. Освещение позволяет. Комфортно чувствуют себя и велосипедисты, катаясь по дороге со специальным покрытием. Такие зоны досуга в прошлом году обустроили во всех восьми районах Алматы. В соответствии с концепцией архитектора Яна Гейл. Согласно рекомендации датского архитектора, были проведены именно работы по организации велодорожек, устройству спортивных, детских, игровых площадок, тренажеров, малых архитектурных форм. Это установка скамеек, урн, опора освещения, ограждений декоративных, с разбивкой, с установкой тротуарных плиток. Плюс еще мы проводили озеленение с разбивкой цветников и альпийских горок. Такие же пешеходные зоны обустроят в следующем году еще на трех улицах. Таким образом, предпочтение в городской среде должно отдаваться не транспорту, а пешеходам. Это главный тезис проекта Яна Гейла. За плечами датского архитектора большой опыт. Он полностью изменил облик Копенгагена, сделав его городом пешеходов и велосипедистов. Улучшил улицы Барселоны, Нью-Йорка, Сиднея, Мельбурна и Лондона. Алматы, по его рекомендации, совершенствуется по тому же принципу. Город в первую очередь станет комфортным для жителей. Развивается зеленая сеть. В парке, сквере, увеличивается количество малых архитектурных форм. Вдоль магистральных улиц освежат фасады сотни зданий. Городские застройки уплотнят. А на некоторых участках улиц Зубегзолы, Гугля и Аблайфана появятся специальные пешеходные зоны. Мы будем здесь формировать, постепенно их превращать в полупешеходные зоны. То есть есть некоторые улицы, это Панфилова подразумевается, вообще полностью сделать ее пешеходной зоной. С установкой малоархитектурных форм, прогулочных зон, там может быть фонтаны будут. Потом реконструируют вообще полностью площадь, старую площадь Астана. За год в благоустройстве города произошло немало перемен. Многие парки частично реконструировали. Незаконные ограждения и заборы начали сносить. Знаковые городские здания, в том числе Акимат, Телебашня, Арка Атакента, Госмузей, Центральные мечети и другие объекты светятся за счет сотен энергосберегающих плавок. В целом, с появлением на улицах пешеходов и велосипедистов, городские кварталы становятся безопаснее для жизни и удобнее для людей. Ведь по широким и зеленым улицам комфортнее передвигаться без автомобиля.